А мы должны заниматься серьезными делами не только как личности отдельно, не только как специалисты, а как представители своих стран и своих художников. Потому что, знаете, мне кажется, что Арминия занимается совершенно уникальное место в мировом пространстве и в пространстве СНГ. Потому что в Арминии сводятся совершенно уникальные репутативные миссии. Она занимает особое место и в пространстве Южного Кавказа, и в пространстве СНГ в более широком, так сказать, измерении. Вот в чем эта миссия состоит? Мне кажется, что эта миссия состоит в том, что она является историческим, стратегическим партнером и союзником в России. В любой России, в какой бы она, так сказать, стадии, в какой бы она исторических положений не выходила. Российская империя, Советский Союз, уже постсоветская, постсоциалистическая Россия. В Армении в любом, так сказать, своих политических и исторических испытаниях несет в себе эту миссию. Кроме того, для Армении очень важна вообще сама проблема, эксистенциональная проблема, проблема национального, экономического и цивилизационного выживания в очень, очень простых геополитических условиях. Вы прекрасно знаете, в чем особенность эти геополитических условий. Поэтому и на нас всех, и на саму страну, и на культуру армянскую возлагаются особые ожидания и особые миссионерские обязанности, которые никуда не денутся. Понимаете, все равно в этом так и начальник приходится участвовать. И надо сказать, что мы с вами живем в такой период, который очень тяжело определить, а, собственно говоря, в какой бы мы с вами живем. Однозначно, одним понятием, для понятия, даже с вами, не определить это время. Ввиду того, что действительно оно однозначно, и, вот, думаю, а, собственно говоря, в каких координатах геополитических, исторических, культурных мы сейчас с вами находимся, я бы обратила ваше внимание на то, что все-таки мы сейчас живем с вами, ощущаем мы тогда с вами или не ощущаем, в очень сложных период изменения мирового порядка, изменения миропорядка. Сейчас происходит очень важные, очень сложные диктонические сдвиги миропорядки, в которых и в этих сдвигах, больно или не больно, так сказать, осознавая это или не осознавая, находимся все мы, и в том числе Армения. В чем заключаются эти титонические сдвиги? Ну, во-первых, вы, как специалисты по международным отношениям, по проблемам мировой политики, прекрасно понимаете, что мы сейчас находимся в стадии смены биполярного мира в многополярный. Это как бы сейчас уже становится такой, знаете, фразой расхожей, за которой как бы и ничему не скрывается, и в том числе раскрывается очень плохо. А смена биполярного порядка – это такая история мировая, история, такой момент дистонический, который делает мир крайне неустойчивым. Если он был в полное время сбалансированный, ну, как он был сбалансирован и на позитивных, и на негативных основаниях, потому что все-таки мы переживали и период холодной войны, и очень напряженное отношение, противопорство между Западом и Востоком, я имею в виду, в данном случае, социалистическую систему, то сейчас многополярность тоже и приобретает свои специфические особенности. И в чем эти особенности состоят? Вот если неполярная система, она была более-менее консолидированная, запад противостоял СССР, и здесь более-менее вообще все эти распределения и расстановка геополитических сил была более-менее понятна, то сейчас в условии благополярности этот мир раскололся на целый ряд различных центров сил. И одной из особенностей является то, что эти центры силы являются неконсолидированы. То есть вот определенного лидера или группы лидеров сейчас мы существуем. Эти центры очень много только футболируются. Мы приведем, так сказать, говорить о том, в последнее время, что теряют свои гегемонистские, не лидерские, а гегемонистские особенности и функции СССР, они продолжают оставаться лидеров, но тем не менее, вот безусловно, господствующим геомоном в геополитике они уже перестают быть. И это тоже очень сложный процесс, но тем не менее, этот центр остается, а все остальные еще не укреплены и неконсолидированы. Очень серьезным в мировом отношении, в мировом отношении тенденции является появление нового центра силы, в лице Китая. Ну, сейчас о Китае не говорим только люди. Везде сейчас в мировой аналитике и в российской, и я думаю, что в армайской, китайский фактор воспринимается очень серьезно и конкулисируется с различных точек зрения. Я думаю, что эта эпоха Китая еще в полной мере не началась. Это только восходящая звезда и восходящий центр силы, тем более, что Китая не вредит специфических особенностей своей внешней политики. Но вот в этих условиях ситуация неопределенности, ситуация неустойчивости начинает очень сильно, так сказать, влиять и на внутреннюю, и на внешнюю политику участников этого процесса в любой точке мира. И кроме того, одной из очень неприятных, но неизбежных особенностей современного периода это является череда экономических, финансовых и политических кризисов. Мы находимся в состоянии, знаете, слабого прогнозирования этих кризисов. Вот кажется, был кризис 98-го года. Вот мы его кое-как пережили, и показалось, что экономика начинает стабилизироваться, появляются высокие деньги на энергоносители, появляются какие-то средства. И вот начало 20-го века, 2008-й год, 2010-й еще один кризис, 2012-й год, следующий экономический кризис. И вот эта череда кризисов очень сильно подрывает национальные и мировые экономики и, так сказать, не позволяет прогнозировать периоды более или менее адекватно. Вы знаете, я в этом отношении скептически отношусь к прогнозам на отдаленные периоды. Вот существуют прогнозы, ну, сейчас уже 2030-й год, он уже очень близко-близко, а вот 2050-й год, 2100-й год, это из мира фантастики. Никто сейчас не может прогнозировать ситуацию больше, чем на 2-3 года, ну, максимум на 4-5 лет, это уже слишком далеко. И в этой связи в футурологических, а в данном случае футурологию я называю как один из основных направлений научного знания, а не из истории Жулина Верна и Верна, как говорится, значит, футурологические прогнозы более или менее оказываются адекватными и сбываются в том случае, если они относятся к протяженности, там, 3-4 лет. Вот на 10 лет уже спрогнозировать нечего невозможно. В этой связи я сегодня, когда ехала к вам, посмотрела на прогнозы по продолжительности жизни и численности населения Армении, потому что при любых, так сказать, катаклизмах, при любых исторических экофах показателем подсветания, благополучия, позитивного развития общества и страны является, как правило, 2 показателя. Это миграционные постановки и продолжительность жизни. Вот продолжительность жизни в Армении хороша по сравнению с другими сторонами СНГ, горные климаты, сельское хозяйство, доброкачественные продукты и, может быть, еще чего-то такого, чего мы не знаем, позволяет говорить о том, что продолжительность жизни в Армении намного лучше, чем во многих других постсоветских странах. Вот сейчас, если я не ошибаюсь, 76 лет для мужчин и 79 лет для женщин, это очень хороший показатель. Хотя такие, знаете, мы, заточенные на это, говорят, вот мы еще как в восточных странах, у них остались там 88 лет, 88 лет, это уже, напротив, в Японии, а до Японии, как говорится, нам еще очень далеко. А вот то, что касается миграции, это одна из особенностей армянской культуры, армянской цивилизации и Армении как государства и как страны, очень существенные микроизводные установки, потому что обширная диаспора армянская, это один из феноменов армянской нации, потому что мало какие страны, какие народы могут, что называется, похвастаться такой диаспорой, но это сказывается и на демографические процессы в самой Армении. И вот, возвращаясь к прогнозам на ближайшие 20-30 или даже 80 лет, по обыскам предсказаниям, есть пессимистические сценарии и оптимистические сценарии. По оптимистическому сценарию население Армении в 2100 на минуточку году будет примерно таким же, как сейчас, но будет чуть-чуть побольше. А в пессимистическом сценарии – миллион двести. Вот, посмотрите, эксперты ООН ожидают, что в 2050-м году в Армении будет жить два с половиной миллиона людей, а сейчас в 1900, надо считывается, то есть ООН идет. А в 2100 году здесь будет миллион двести. Это что? Это будет пустынение страны? Это будет обезбуживание страны, да? Здесь будет так мало народу, что уже нет никаких пробок к Ереване, и здесь будет, так сказать, мало народа людей. Я думаю, что мы с вами все вместе существуем, рождаемся и действуем для того, чтобы эти пессимистические прогнозы не оправдались, чтобы демографической пустыни не было нигде, и в том числе в Армении. И вот, в первом смысле, я бы обратила ваше внимание, что, учитывая те политические изменения, которые сейчас происходят, вообще в своей международной аналитике принято считать, это уже, так сказать, учебная истина, которая заключается в том, что мы, так сказать, уже переживаем почти полный упадок в ход так называемой вестфальской системы мировой международных отношений, что она уже в значительной степени коррозирована, и не только вестфальской, но и калатинско-фансталской, потому что с крушением советской социалистической системы и этот мировой порядок, эта система международных отношений начинает в значительной степени изменяться. А вот в условиях чего нужно будет? Вот какая у нас сейчас какова? А вы знаете, оно точно в определении не будет. А говорят, что это такая молодежная эпоха, да, после того, как в подписанных соглашениях, да? Какая-то вот она в космосе низкого. Это плохо добрых международных отношений. То есть, вот, вы знаете, понятийная мир из греха, многозначность определений является отражением того хаоса и неопределенности, которые существуют в нашей стране. А этот хаос и неопределенность существуют не для того, что мы с вами сошлись с ума, и не понимаем, что мы их произведем, а потому что мир сдвинулся с местом, происходят вот такие глобальные изменения, которые не позволяют определить четко, что же с нами происходит, и дать, так сказать, рамки определенные, то единые и такие философские рамки этого состояния. Вот, собственно говоря, а вот как конкретные государства придут в эти себя в эти условия? Вот что нужно делать в нашем государстве, да? Малочисленному, как Российский, с малой открытой экономикой, которая стоит на всех геополитических витрах, которые вообще проходят мимо этой страны и вынуждены в этих витрах удерживаться и выживать. Вот что эти новые государства делают? Они всеми силами пытаются приспособиться к изменяющимся условиям, присоединяясь к тем или иным альянсам, создавая те или иные региональные группировки, да? Вступая в те или иные отношения со своими соседями, партнерами, более тонемкими, так сказать, контрагентами для того, чтобы сохранить себя экономически, сохранить себя экономически, сохранить себя ментально и культурно, сохраниться в мире и при этом по возможности приумножить себя во всех этих отношениях. И в этом отношении, конечно, в условиях распада старых альянсов, в условиях распада старых отношений, конечно, представляет собой огромную проблему, это действительно огромная проблема, это серьезный выбор, сделать правильный выбор, найти то место, где страна может наиболее динамично и благоприятно развиваться. А в современных условиях понятие прогресса, понятие развития, понятие поступательного движения тоже радикально изменилось. Потому что мы сейчас вступаем в эпоху, это уже одно из названий, правда, мне кажется, что я это придумала, но это очень серьезная вещь, мы с вами вступаем в эпоху так называемого экологического детерминизма, когда очень многие вещи в мировой политике начинают соизберяться с экологическим поведением страны, государства и национальной экономики. И понятие так называемого углеродного следа, который оставляет экономика и страна, один единственный человек, оказывается очень существенным фактором, который устраивает систему отношений, в том числе и национальной системе международных отношений. Вот в этом отношении мне кажется, что мы с вами должны понимать, что мы с вами живем в углу гибридизации всей нашей жизни. Мы с вами кормим не как личности, конечно, мы с вами как личности не гибридны, но социальная жизнь, политическая и экономическая, все больше и больше предоставляет гибридные формы. Когда мы можем с вами пользоваться различными инструментами, вступать в поля, в различные идейные поля и соединять, казалось бы раньше, несоединимые, но и системы. И вот в этом смысле еще одной очень важной и достаточно серьезной вещью для армии, очень серьезной вещью для армии является проблема борьбы за физические, географические территории, борьба за территорию. Это наследие распада Советского Союза, это тот хвост, который тянется с нами на протяжении очень многих лет. Армяна, если банджанский конфликт, относится к числу старых конфликтов, территориальных конфликтов. Особенность старых территориальных конфликтов заключается в том, что они очень непросто решаются. Вот чем старше становится этот конфликт, тем кажется труднее найти инструменты для его регулирования. И вот георитность нашего снаряженного существования как раз и заключается в том, что мы старые территориальные сборы, а я позволю себе сказать, что вооруженность, благогенение по поводу спорных территорий является нашим прежним наследием. Это так называемые органические воины за территорией, потому что в настоящее время принципиально важным оказывается не только и не столько владеть какой-то новой территорией, как землей, как физическим телом, а борьба за управление, за владение и использование пространства. То есть не территорией, а пространства. И в этом отношении сейчас появляются такие технологии, такие процессы и политические, так сказать, приемы, когда в условиях абсолютно мирного времени, когда в условиях системы международной договоренности, когда в условиях взаимодействия стран на полу и общества происходит развивание суверенитета национального, происходит заход той или иной страны более сильный, так сказать, экономический и политический на эту территорию и ее использование в различных, так сказать, контекстах. Не только в ресурсных, но и в ментальных, и в символических, потому что для современного государства очень большое значение имеют еще символические вещи, символ государства, символ экономики, символ культурного, так сказать, разнообразия. И в этом смысле мне хотелось бы обратить ваше внимание ваше внимание.